Приветствую, друзья! Удивительно много отзывов, вопросов, комментариев было к нашему видео 5 главных вопросов про витамин D. Ну, поэтому мы не могли никак не отреагировать. Собрали еще вопросов, их было куча, но мы отобрали еще 7. И, конечно же, просто обязаны все вам рассказать. Начинаем! В ваших книгах ранее и в ваших выпусках по телеку все было с точностью да наоборот. Вы говорили, что даже лица на солнышке хватит. Короче, если вам не верить, то кому? Верить надо не мне. Верить надо медицинской науке. Ну, кто виноват в том, что медицинская наука не стоит на месте? И, кстати, я в том видео, которое вы смотрели, прямо рассказывал о том, что в ситуации, в подходе к витамину D за последние 10 лет произошла буквально революция. Ну, вот изменила медицинская наука свое отношение. Что нам делать? За то время, что я работаю педиатром, медицинская наука поизменяла отношение, человек, если послушать, что я 30 лет назад рассказывал про прикорм и про то, как купать детей в растворах череды, мне, может быть, самому будет неловко. Поэтому мы не стоим на месте. Сейчас вот говорит медицинская наука, что 5 минут на солнышке вам недостаточно. Я живу в солнечной стране, а у меня дефицит витамина D. Ну, это как раз говорит о том, что нельзя ориентироваться только на тот факт, что вы живете в солнечной стране. Ибо количество витамина D в вашем организме зависит не только от солнышка, но и во многом от вас. От наличия или отсутствия ожирения, от цвета кожи, от того, сколько времени вы пребываете на солнышке. Можно же, в конце концов, жить в солнечной стране, но не гулять. И не только время важное, но и время суток, и где вы живете, то есть количество пыли в воздухе, попадает это самое солнце на вашу кожу, используетесь ли вы социозащитными скремами и так далее. Главное, сам факт пребывания вас временно или постоянно в солнечной стране не дает ответ на вопрос, нужен вам витамин D или нет, ибо на количество витамина D в организме влияет огромное количество факторов. Об этих факторах мы вам рассказывали. Есть любые сомнения, идем в лабораторию, сделаем анализ и понимаем, нужен нам витамин D дополнительно или не нужен. Если это жирорастворимый витамин, должен ли он быть в масляном растворе? В каком виде лучше принимать? Ну, действительно, витамин D бывает в водных растворах, в масляных растворах, в так называемых мицеллярных растворах. И по большому счету, по большому счету, имеет значение вид раствора только тогда, когда у человека есть серьезные воспалительные заболевания в кишечнике или какие-то расстройства всасывания. То есть, по большому счету, для здорового человека не имеет никакого значения, в каком виде витамин D попадет в организм. В водном растворе, масляном или мицеллярном. Есть проблемы, давайте лучше согласовывать это с доктором. Но если проблем нет, то логика, по большому счету, в том, что жирорастворимый витамин оптимально принимать в масляном растворе. Но я принимаю в масляном растворе. Но я еще раз говорю, если нет никаких особых, серьезных проблем с кишечником, принимайте в каком хотите. Многочисленные разговоры о важности учета раствора, какой это масляный, там водный, имеют, по большому счету, исключительно маркетинговое значение. Как правильно принимать витамин D? Курсом или постоянно? Ой, ребят, понимаете, тут прям страшно с вами говорить на эту тему. Почему? Потому что очень часто люди начинают поглощать витамин D в огромных количествах, что прямо не могут остановиться. Витамин D надо принимать тогда, когда есть дефицит витамина D. Нет дефицита, расслабьтесь, успокойтесь. По большому счету, если есть дефицит, то вы пьете его курсом по назначению врача, решаете проблему. Нет дефицита, оцениваете образ жизни и решаете, надо ли вам принимать его постоянно или не надо. Но что тут еще важно, что надо учитывать? Жирорастворимые витамины накапливаются в организме человека. То есть это не говорит о том, что его надо принимать буквально каждый день. Постоянно? Это может быть раз в неделю. Но это тоже будет постоянно. Применительно к жирорастворимым витаминам это именно так. В какое время суток? Ну, теоретически принимать надо, ну, естественно, когда вырабатывается витамин D, когда мы на солнышке, когда у нас солнышко утром, днем, ночью как бы солнышка нет. Опять-таки есть вроде как такая теория, ну, и некоторые исследования, что непосредственно после приема витамина D в организме уменьшается количество мелатонина, вот того самого вещества, которое влияет на сон. То есть если вы примете витамин D на ночь, то вы можете хуже спать. Поэтому общие рекомендации, ну, в первой половине дня, ну, короче, до вечера. До еды или после? Заедать, запивать? Правильно, во время еды, особенно если в эту еду включен хоть какой-нибудь жир, хоть капля какого-то масла, хоть какое-то жирное молочное. А что может мешать усвоению витамина D? Наличие воспалительных процессов в кишечнике, различные ферменты апатии, но расстройства всасывания из кишечника, дефицит жира. Ну, вот, собственно, главные проблемы. Можно ли принимать витамин D беременным? Можно и нужно. Другой вопрос в том, что для беременных витамин D, ну, просто жизненно необходимый для нее и для ребенка. И поэтому именно беременным все-таки желательно определиться с дозой, чтобы не переусердствовать и определить концентрацию витамина D или вместе с врачом проанализировать все факторы, влияющие на концентрацию витамина D в организме. Существуют ли противопоказания к приему витамина D? Передозировка витамина D. Ну, то есть, если он лишний, так зачем он нужен? Сомневаетесь? Вперед в лабораторию. Сейчас, для того, чтобы получить ответ на вопрос, нужен, не нужен, сколько нужно, как долго нужно. Все, что надо, потратить немножечко денег и один час времени. Доктор, объясните, пожалуйста, связь витамина D и витамина К. Ну, прежде всего, надо понимать, что витамин К бывает там два варианта. Есть витамин К1 и К2. К1 – это тот, который участвует в свертыванности крови, а вот К2 – он один из участников обмена кальция. Неудивительно, что витамин D участвует в обмене кальция, и К2 участвует в обмене кальция. Ну, и отсюда прямая связь. То есть, если К2 мало, витамин D не может проявить свои эффекты. Если D мало, К2 не работает. Поэтому, как бы, теоретически надо убедиться в том, что и К2 в организме достаточно. Кстати, К2 синтезируется кисломолочными бактериями, поэтому кисломолочные ферментированные продукты – ну, вот это замечательно. А есть ли связь между витамином D и омега-3? Ну, если про D говорят, что он участвует практически во всех обменных процессах в организме, и про омега-3 говорят то же самое, то теоретически связь есть, а практически их, как правило, ищут в одних и тех же местах. То есть, витамин D3 присутствует, например, в жирной рыбе, и омега-3 тоже присутствует в жирной рыбе. Неудивительно, что если раньше рыбий жир рассматривали как источник, прежде всего, витамина D, то сейчас уже не так. Сейчас рыбий жир уже не столько детям, сколько взрослым, и не для витамина D, а для омега-3. Что, это еще не все вопросы? Еще что-то непонятно? Пишите в комментариях, обязательно будем отвечать.